Здравствуйте! На телеканале Беларусь-4 «Школа жизни». Год назад все информационные агентства Беларуси рассказали о том, что 15-летний минчанин Виталий Титов спас ребенка из воды в центре Минска. Поступок подростка не остался незамеченным. Он был отмечен благодарностью и награжден медалью за спасение жизни. Мы посчитали этот факт поводом для очередного разговора в «Школе жизни». Чрезвычайные ситуации имеют место, к сожалению, у нас каждую неделю. И то, как наши дети поведут себя в этих ситуациях, зависит от нас, от взрослых. Очень многие чрезвычайные ситуации происходят из-за человеческого фактора невнимательности, из-за несоблюдения правил безопасности, урассеянности. Умение помогать другому – это качество, которое и отличает человека от животных. Давайте будем развивать это качество в нас и в наших детях. Чрезвычайные ситуации в нашем мире происходят очень часто, особенно с нашими детьми. Поэтому научиться правильно и грамотно спасать – это очень важно. Мы живем в мире, где чрезвычайные ситуации, к сожалению, нередкое явление. Должны ли мы учить детей правилам поведения в таких ситуациях? Пожалуйста. Ну, конечно же, должны. Без обучения детей, собственно, не будет создано нормальное общество. Люди будут думать каждый сам себе. Естественно, они смогут помочь друг другу, можно сказать так. Но если должны, то чему именно, Павел? Ну, конечно же, в целом, задача общества – это быть сплоченным коллективом, который каждый друг другу может помочь в той или иной какой-то сфере деятельности. Это такая сверхзадача. Конечно, да. Но в целом, конечно же, не дать человеку, не оставить в беде. Чем, собственно, мне история Виталия понравилась? Тем, что действительно у него есть та черта, которой не хватает современного общества Беларуси – это решительность. Сейчас же, на самом деле, выглядит ситуация так, что ребята смотрят на эту ситуацию и, естественно, просто игнорируют. То есть проходят мимо, потому что, да, мама сказала – не влезай. Не лезь, не смотри. Естественно, можешь не обращать внимания. К сожалению, да, больше удивления вызывают люди, стоящие и снимающие в телефон. Где человеческие качества, в принципе, возникает большой вопрос. Если там нужна помощь, кто ты тогда, не оказывающий эту помощь? Решительность – это хорошо, но решительности мало. Нужно уметь плавать, держаться на воде и быть уверенным, что ты этого ребенка спасешь и спасешь свою жизнь. На какую организацию, на каких людей, специалистов возложена, ну, скажем так, главная обязанность – научить этому детей, родителей? Первое очередное, если брать вообще момент взросления ребенка, то первым человеком, который его учит, это, собственно, родители. Дальше уже, когда выходит ребенок в мир, его начинает учить улица. И дальше уже его учат уже педагоги параллельно с улицей, а также работники различных сфер. Если брать конкретно место работы, мое непосредственно лице МЧС, то у нас также происходит обучение ребят, но уже в общем ключе, по разным категориям, в принципе, которые могут быть. Да, это зависит, конечно, от возраста человека, будь то, это совсем малыш, тогда мама – самый первый учитель, материнская школа, детский сад. Ну, в детском саду уже начинают приходить первые специалисты, допустим, доктора, инспектора ГАИ, пожарный инспектор, школа. Ну, это полный цикл, это целый предмет, направленный на безопасность жизнедеятельности. Он у нас с первого по девятый класс сейчас, как обязательно для изучения факультатив, есть такой предмет. Приведу пример того, что происходило с моими учениками. В свое время моя ученица, будучи на оздоровлении в Италии, спасла ребенка из бассейна, которого родители не досмотрели. Там два года девочка упала и все уже, утонула. Она, имея вот эти знания, которые получила на уроке ОБЖ, сумела вытряхнуть из него, из этого малыша, воду и начать какие-то реанимационные, элементарные, где-то даже на рефлексах действия, но она не бегала, не хваталась за телефон, не ждала, что кто-то, какой-то супермен прилетит и спасет. Делала сама то, что видела реально у нас на уроках или где-то в каких-то роликах и на каких-то плакатах. Но человек делал все, как это вам сказать, на подсознательном уровне, потому что вся среда, которая есть у нас в стране, она ее, можно сказать, морально готовила к тому, что в критической ситуации надо не паниковать, а что-то все-таки делать. В нашем центре безопасности идет плановая подготовка. Есть специально разработанный график, относительно которого к нам приезжают учебные заведения со всей Гомельской области, то есть в том числе и города Гомеля. В целом у нас получается ежегодное посещение около 13 тысяч детей. И также еще у нас планируется посещение педагогами. То есть мы также учим педагогов правильно преподавать основу безопасности жизнедеятельности. Это тоже очень важно. Тем самым тоже порядка 300 педагогов в нашей области и города Гомеля тоже проходят в нашем центре безопасности обучения. Здесь я хотела бы отметить еще один нюанс. Кроме подготовки специальной, очень хорошей и в учреждении образования, и вот в лице МЧС, есть такая особенность. Очень важно то, в какой среде рос ребенок. Насколько часто ему приходилось принимать какие-то решения самому? Насколько часто его обстоятельства жизни вынуждали что-то быстро решать? Вот эта способность принимать решения быстро, в таком темпе и в такой экстренной какой-то обстановке очень важна, потому что некоторых эта обстановка парализует. А вот если, например, ребенок занимался спортом, причем быстрым, футбол, хоккей, там где нужна смена реакции, быстрая смена деятельности. Если, например, это ребенок из многодетной семьи, где случайные какие-то мелкие и крупные столкновения, травмочки или какие-то просто случаи происходят очень часто. Нужно, реакция автоматически вырабатывается. Если, например, дома есть болеющий престарелый родственник, и нужен за ним уход, ребенок тоже получает опыт. То есть этому нельзя научиться, если ты не попробовал что-то. Этому нельзя научиться только из учебника или только из какой-то компьютерной игры. То есть это никак не черта характера и не способность особая человека, да, Ирина? Правильное поведение в критической ситуации, в чрезвычайной ситуации, это только вырабатывается, не передается по наследству? Вы знаете, вырабатывается, да, путем обучения. Возможно, передается по наследству, но через установки родителей. То есть если родители говорят, что помогать – это очень хорошо, дети будут помогать. Если родители говорят, не лезь, тебе не надо, дети, скорее всего, не будут лезть. Жизнь состоит из решений и действий, которые в чрезвычайных ситуациях нужно очень быстро предпринимать. Желание помочь в критической ситуации не должно быть безрассудным. При обучении также детей неоднократно употребляем самым главным правилом, первым для всех детей – это угрожает ли что-то вашей личной безопасности. Это правило номер один при любой ситуации, которая может произойти. Скажите, Павел, как в лицее МЧС организован специальный курс для учащихся по поведению в чрезвычайной ситуации? Да, в лицее МЧС организованы курсы для лицеистов наших. Они занимаются на таких предметах, как основу предупреждения чрезвычайной ситуации, основу ликвидации чрезвычайных ситуаций. На этих курсах ребят одевают боевую одежду, делают сборы выезд по тревоге, также различные химические аварии отрабатывают, действия при химических авариях, оказание первой помощи пострадавшим. Но они готовятся к своим профессиональным действиям. А для школьников, обычных школьников других школ, какие курсы предусмотрены? Также в нашем лицее находится большая база по обучению детей, именно школьников в Гомельской области и города Гомель, а это Центр безопасности. В этом центре на данный момент работает 13 площадок, школьники приезжают к нам и проходят обучение именно в интерактивной форме. Потому что на данный момент интерактив это то, что они смогут потрогать, что-то сделать своими руками, в этом и заключается форма обучения. Павел, 13 площадок, это какие? Правила вызова службы спасения МЧС. Одна из площадок дали первичные средства пожаротушения, то есть правила, как пользоваться огнетушителем, какие бывают еще способы затушить пламя, возгорание в легкой форме. Также это у нас эвакуация из задымленного помещения, самая популярная площадка среди ребят. Почему? Потому что все ребята думают, что это очень легко, что это просто, но после прохождения мы объясняем, что здесь у нас было искусственное задымление. Настоящий дым действительно опасен, что может вызвать потерю сознания. Также есть у нас площадки действия безопасности в лесу, оказание первой помощи, грозовое небо, собственно, там, где у нас имитация грозового разряда, где ребята тоже понимают, что такое молния, какую опасность себе несет. Это замечательно, что такой опыт существует. Скажите, а что должны сделать родители, чтобы полученные ребенком знания в центре превратились в умения и навыки? Лучше поиграть. Это может быть просто какая-то игровая ситуация, любая ролевая игра, выезд на пикник, выезд на озеро, куклы-мишки, это компания друзей. Можно вспомнить любую из предыдущих поездок семьи, и если ребенок еще был мал, не все помнит, досочинить что-то, придумать. Здесь важен опыт. То есть слова, объяснения предварительно, возможно, хорошо, но пока он не попробует, не запомнит. Не слова выветривают, к сожалению, выветриваются слова. В ЛЦИ МЧС, например, не все ситуации проигрываются. Есть ситуации открывать чужому человеку дверь или нет. Есть. Есть? Конечно. Антикриминальная безопасность. Хорошо. Если к тебе на улице подошел чужой человек, идти ли с ним? Точно так же. Разговариваем, как уйти из беседы, что нужно достать мобильный телефон и, соответственно, сделать вид, что мне позвонили, и при этом, соответственно, не обращать внимания, не смотреть в глаза человека. А для детей какого возраста? В целом, у нас группа обучения – это с детского садика и заканчивая педагогами, взрослыми. Вот, замечательно. Вот я не знала этого. Но с каждой категорией мы работаем по-своему. Хорошо, это все замечательно. Есть такая прекрасная площадка – лицей МЧС. Что делать с тем, Павел, у кого, кто живет далеко от Гомеля, кто живет далеко от областного центра, и у кого нет возможности посещать тренировочные площадки? Посещать вообще на самом деле есть возможность у всех, потому что он не так далеко находится. У нас республика небольшая. Тем самым вообще у нас в каждом областном центре создается подобный центр. На данный момент уже работает Витебский центр и в городе Лида. Ближайший открываться будет в городе Могилеве. И мы уже закрываем четыре области. Республиканский центр, который создается в городе Минске. Посетить центр. Сейчас разрабатывается программа, чтобы посещать центр с семьями. Тем самым посещать можно выходной день, приехать на машине, либо же транспортом, общественным добраться и провести, можно сказать, такой день с пользой для себя. Надо знакомить детей с лучшими образцами тех же фильмов о спасении, где реально разыгрываются фильмы-катастрофы, показывается то, как человек себя ведет нормально в обиде. Ну, спасает жизни других людей. Даже тот же экипаж у нас сейчас на новый лад пересняли. Опять-таки, можно читать великолепные рассказы, ту же повесть о неизвестном герое или поэму о неизвестном герое. Ищет пожарный, ищет милиция, ищет не могут найти вот этого героя, который по карнизу взял и снял ребенка. То есть, опять-таки, обращать внимание на ролики, на то, как, допустим, ловят детей, висящих на карнизах, как люди соображают за несколько секунд схватить одеяло, растянуть его и подхватить этого ребенка. На это должны мы все, педагоги, родители, обращать внимание и показывать детям. И еще, наверное, на реальные случаи, реальные выходы из ситуации. Я бы хотела к этим двум очень важным компонентам добавить третий. Когда в семье что-то случается, когда с кем-то из родных что-то случается, не отстраняйте ребенка. Дети не всегда настолько сильно пугливы, если это не что-то ужасающее. Если у вас есть возможность, включите его в помощь, включите его в заботу. Им очень важно, чтобы его инструктировали, чтобы он не был пассивным наблюдателем, потому что переживает он тогда наравне с остальными. Но он бессилен, и это бессилие и беспомощность остается. Включайте его, помогайте, инструктируйте его. Давай поможем дедушке. Он вот сейчас лежит. Но ему очень приятно, если ты придешь. Давай я принесу ему водичку, а ты придешь, поддержишь его за ручку. Учим правилам. Основное направление – это правило. Потребность – это такая вещь, которая должна быть само собой разумеющейся. Она должна вырабатываться у человека со временем. Мы должны понимать на основе этих фактов, что не каждый человек может быть в полной безопасности. Случись с ним что-то, им должна быть возможность помочь. А вот как помочь – вот этому мы и учим. Воспитание потребности оказывать помощь другому человеку относится к духовно-нравственной категории, то есть более высокой такой области нашего развития. Потребность оказать помощь и отличает нас, как людей, от всех остальных живых существ. И здесь это наша естественная иногда потребность. Если воспитание проходило нормально, если были здоровые условия воспитания, то она не заглушена. И она проявляется в такой ситуации, когда ребенок видел примеры помощи, примеры доброты и внимательного отношения и заботы. Он все это будет проявлять сам. Сегодня все мы знаем, что родители запросто могут сказать своему ребенку и самостоятельно так поступить. Не вмешивайся. Твое дело – сторона. Тебе не нужно это. Будь подальше от разных неприятностей. Правильно ли это? Родители так говорят, потому что напуганы. Потому что когда-то сами куда-то, наверное, пошли, залезли и не были поощрены. Поэтому они просто транслируют свой опыт. Конечно, можно выбрать и такую позицию. Но так постепенно маленький человечек шаг за шагом отделяется от общества. И попадая в такую ситуацию, он потом окажется в изоляции. Хорошо, если рядом окажется кто-то, кто будет не таким же. Есть антропологически докаженный факт. Когда-то, когда исследовали, искали ответ, в какой же момент человекообразные приматы стали все-таки людьми, хомо сапиенс. Как это понять? И вот по строению скелета, как ученые обнаружили? Они нашли скелет самки. Ее кости были поражены тяжелым заболеванием. И было понятно, что этот скелет определенного возраста, но при этом заболеваний она сама дожить до этого возраста не могла. Она бы умерла от голода, она не могла двигаться. Но она дожила каким-то образом. Вывод они нашли. Ее кормил кто-то. Кто-то ей помогал. В сообществе животных такого нет. Это наше чисто человеческое уже, наше чисто человеческое качество. Забота о ком-то. Именно так мы стали людьми. Выход какой из этой ситуации? Как быть? Чему нужно учить ребенка? Честно, я не представляю, что есть родитель, который ребенку говорит прямо, если кому-то будет плохо, проходи мимо, это не твое дело. Я не думаю, что... Ну, что есть такие неблагоразумные взрослые. У нас сейчас совершенно другая проблема. Будут драться, а 10 вокруг не разнимать, а снимать. А снимать и вот на этом как-то вот, ну, как-то поднимать свой статус в социальных сетях. Вот это действительно проблема. Почему так? Проблема. У нашей молодежи клиповое сознание, и они даже где-то сами себя чувствуют режиссерами, происходящие вокруг жизни и клипов. Поэтому телефон не как средство спасения, а как средство такого вот самопиара и раскручивания. Я стал свидетелем. Для кого-то это чрезвычайная ситуация, для кого-то это шоу онлайн. Как избежать таких ситуаций и какой совет дать родителям? Раз уж есть замечательный инструмент для видеосъемки, то пусть это будет не игрушкой для ребенка, чтобы родитель смог заняться своими делами. Снять видеоролик хороший – это тоже большое дело. Давайте тогда, раз уж ребенку интересно это, давайте ему поможем делать профессиональные ролики. Поможем и подскажем выбор сюжета. Поможем сделать это действительно захватывающим, зрелищным. Поможем с отбором материала, чтобы он понимал и мог сравнить. Вот мы сняли вот так, получился вот такой результат. Добавили это. Профессиональный подход очень минимизирует то, что ребенок пытается подловить дешевым способом просто какой-то некрасивый момент или очень страшный момент. Хотя бы так. А я вот читаю, что вот такие ролики, когда люди снимают, ну, какие-то чрезвычайные ситуации, надо говорить все-таки о том и порицать, что оператор в данной ситуации, он бездействовал вместо того, чтобы помочь людям. То есть был сторонним, мало того, что как бы подсматривал за происходящим, он еще просто бездействовал вместо того, чтобы оказать людям помощь. А бездействие тоже отчасти преступление. Ну, нужно развивать духовно-нравственную сферу. Если мы не будем развивать вот эти понятия хорошо-плохо, помощь-непомощь, ничего с места не сдвинется. У родителей достаточно материальных средств, чтобы купить дорогую игрушку в виде телефона или планшета. Они должны понимать, что это инструмент. Это очень сложный инструмент с огромным количеством возможностей. И как любой инструмент, он может использоваться во благо, он может использоваться во вред. Но ребенок сам не разберется никогда. Он будет просто манипулировать этой дорогой игрушкой, извлекая какие-то легкие мимолетные выгоды. Именно родители задача все-таки сформировать представление о том, что такое настоящий человек. Жизнь, вот даже в нашем городе, она постоянно преподает такие вот реальные случаи для подражания. Вот та же поэма о неизвестном герое. Этим летом мужчина шел мимо, увидел, что тонет ребенок. И он спас этого ребенка, дождался скорой, передал скорой и растворился. До сих пор я думаю, что его так и не нашли. Вот какие надо приводить примеры того, как человек должен поступать в критической ситуации. Сделать, спасти человеческую жизнь и никакой благодарности здесь, на земле, не ждать. Потому что все, что ты делаешь, это так должно быть. Так должно быть, даже если за это не будет никакой благодарности. Благодарность, она придет. Только, может быть, мы не всегда сможем установить причинно-следственные связи. А она обязательно будет. Вернемся к началу нашей программы. В истории о том, как 15-летний подросток спас тонущего мальчика, есть еще один очень интересный эпизод. После того, как ситуация со спасением благополучно завершилась, герой не решался идти домой. Потом, когда встретился с родителями, рассказал, что мать заплакала, а отец поддержал его. Часто дети боятся сказать правду, или не говорят правду, потому что боятся. Боятся наказания, боятся осуждения, боятся непонимания со стороны родителей. Если ребенок будет слышать от родителей, что главное, скажи, я тебя пойму. Скажи, и я тебя поддержу. Скажи, и мы разберемся вместе. Тогда не будет этого страха. Потому что из-за страха того, что родители накажут, очень многое дети не говорят и попадают в дурные компании. Вовремя они приходят домой. Родители волнуются. Даже не надо наказываться. Достаточно того, что тебе опять на это скажут, что ты обидеть просто словом. Ты голову имел, когда это делал. Родители любят говорить, где были твои мозги. Да, где были твои мозги, ты вот вообще, ты думал чем-нибудь. Вот этого вот порицания, даже словесного, не обязательно наказания. Чаще всего дети боятся, и поэтому не рассказывают. Не рассказывают о том, что действительно испытали и пережили буквально накануне. Чему родители должны учить своих детей, которые вдруг попали в критическую, чрезвычайную ситуацию? В первую очередь, конечно же, нужно эту ситуацию решать. Это нужно говорить родителям, чтобы он не уклонялся, не прятался нигде и действительно что-то предпринимал. 112 уже каждый детсадовец, который приезжает в центр, знает этот номер. Позвонить, рассказать, когда звонить, что бояться не нужно звонить, вот это очень-очень важно. Родители должны научить детей думать. Думать, принимать решения, думать о последствиях. И если ты сам не можешь помочь, возьми телефон и позвони. Я согласна. Не поддаваться страху и не бояться. Ни в коем случае не избегать. Часто так бывает, что дети, видя то, как кто-то страдает на глазах, хочется закрыть глаза и спрятаться, не видеть этого ужаса, травмирования или то, что сбила человека машина, быстро уйти, чтобы не видеть этого кошмара. Но на самом деле надо все-таки успокоиться и подумать о том, чем вы в данном ситуации можете помочь. Самое элементарное – вызвать медика. А может, вот просто, как говорится, если еще можно своими силами предотвратить последствия той или иной ситуации критичной, то все-таки принять эти действия. Мы сегодня рассказали о том, как учить ребенка правильному поведению в критической ситуации по отношению к себе и тому, кто нуждается в помощи. Уважаемые родители, это ваша прямая обязанность научить детей правильно и безопасно жить в окружающем мире. Помогать ли другому человеку в чрезвычайной ситуации? Конечно, помогать, если вы владеете собой и владеете ситуацией. Есть ли место для подвига в наши дни? Безусловно, есть. Научите, пожалуйста, детей не проходить мимо, когда кто-то в беде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И помните, когда человек в беде, судьба, вселенная испытывает не только его самого, но и тех, кто рядом. И именно им приходится сделать выбор – прийти на помощь или отвернуться. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до следующей встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова